Проводить мероприятия на Красной площади и вешать наверх название «Одна страна, один народ». Вообще, кто-то думал, что это прямой лозунг фашистской Германии? Один фюрер, один народ, одна страна. Основатель группы земляне, да, это та самая советская группа, которая пела песню «И снится нам не рок от космодрома». Так вот, основатель группы земляне Владимир Киселев, который является давним близким другом Владимира Путина, по некоторым данным, даже кумам Путина, так вот он внезапно признал, что у власти в России находятся нацисты, которые во всем копируют стилистику и лозунги Третьего рейха. Все эти башни, как называется, башни Кремля, которые между собой деребание, говоря нашим музыкальным языком, право руководить, привели к тому, что мы видим, что происходит сегодня, даже в недавней памяти концерт на Красной площади. Я, например, считаю, что это просто пятая колонна, потому что проводить мероприятия на Красной площади и вешать наверх название «одна страна, один народ», мы же понимаем вообще, с чем это хорошо, что вовремя удержали нашего верховного главнокомандующего, который не прибыл на это. Вообще кто-то думал, что это прямой лозунг фашистской Германии, «один фюрер, один народ, одна страна». Кто-то об этом думал и чего другого не находит, как за деньги сгонять этих бедолаг со всех районов Москвы и Подмосковья, при этом, что самое дикое, нашли форму оплачивать им прибытие. И немаловажный момент – выдавать деньги только после окончания мероприятия, с гарантией, что люди отстояли эти три часа, зачастую, глядя на сцене, далеко не тех артистов, которые являются для них привлекательными. Получается, что эти звезды не могут собрать даже концертный зал на больших мероприятиях, а всем скопом не могут собрать Красную площадь. Когда главную патриотово они устраивают, этого парня-шамана, лишний раз признаваясь в своей беспомощности, потому что, насколько я знаю судьбу этого артиста, он там 10-15 лет шастал по задворкам, они этого шамана как чушку таскают, как цирк-шапито по всем мероприятиям. И что самое для меня чудовищное, что за это на днях городах и на днях этих мероприятий они платят безумные деньги. Украинская контрпропаганда – это не только Украина, это огромные западные деньги, которые индустрия встала на сторону украинской государственности. И, что немаловажно, они нас обыгрывают, потому что, к великому сожалению, к великому сожалению, украинские артисты все эти года финансировали ВСУ, украинские артисты сдавали деньги на АТО. Когда я говорил прекратить давать возможность такому большому количеству украинских артистов быть в России, я ведь еще, кроме всего прочего, говорил это потому, что я знал, что они сдают деньги на АТО, а многие из них пошли на фронт.